Итак, дорогие ученики и зрители нашего канала. Приступаем к массажу живота. Есть целая школа висцеральной терапии. В Москве есть академия имени Агулова. Они все болезни лечат через живот практически и соды еще. Но мы досконально массаж висцеральный не будем изучать, а это такой коротенький массаж, который делается обычно пациентами на 10-15. Больше не стоит делать его для того, чтобы запустить желудочно-кижечный тракт как часы. И как часы, в принципе, не зря эта формулировка, потому что по часовой стрелке работа в органах идёт по часовой стрелке. И их очередно, соответственно, тоже идёт. Сначала правые органы включаются в работу, потом левые. То есть справа налево. Стоять в этом положении к пациенту можно с любой стороны. Хоть стоим, хоть с этой. Здесь неважно. Ноги желательно положить повыше, либо на подушечку, либо на валик, чтобы у вас есть под коленки, чтобы они немножко были согнуты. Полусогнуты, чтобы расслабить мышцы живота, пресса и те внутренние мышцы, которые поясничные, ясничные позвонки соединяют с ногой, с подъемом ноги. Так, ну давайте начнем с того, что просто немножко разберем, где внутри органа находится. Вот, соответственно, линия рёбер, в принципе, явно выражено, видна. Вот подвздошные кости идут. Подвздошные кости. Ну, получается, вот такой тромбик, который находится у нас живот. Так, ну давайте рисуем самый главный орган, какой у нас печень. Да, она на самом деле находится больше под рёбрами. То есть, вот её, правая доля, она чуть-чуть вот так вот выступает здесь. Вот примерно вот так. И левая доля у неё есть у печени. Желудок находится вот здесь. Он свисает вот в эту сторону. И выход из желудка вот куда-то вот сюда вот примерно выходит. Тут же находится, если сверху проекция, да, желчный пузырь. Зелёным обозначим. Желчный пузырь, вместо протоки, из печени, и сюда, и сюда. Уходит, желчный уходит в 12-перстную кишку. И, соответственно, тут, в общем, вся колбаса вот этого тонкого кишечника начинается, да, который я не буду рисовать. А под желудком находится вот такого продолговатого органа. Это поджелудочная железа. И вот что интересно, у них протоки получается печени протоку, желчного пузыря, поджелудочной железы. Все примерно вот в одном месте, вот в одной точке. И здесь же рядом находится и выход из желудка тоже. Вот примерно вот эти вот две точечки. Когда мы будем нажимать, мы там почувствуем такое небольшое уплотнение, бугорок. Вот. И селезенка, селезенка, находится вот здесь, достаточно небольшой орган, примерно вот так вот. А вот большой орган, который нам понадобится, это толстый кишечник. Ну, во-первых, аппеницит, где находится, знаете, слева, да, правильно. Вот. Он начинается с аппеницита, такой небольшой трясочек. Достаточно толстая такая вот кишка. Она сделана, она как бы из таких сегментов состоит, чтобы прокачивать, по очереди не нажимаясь, там есть мускулатура, чтобы прокачивать всю продукцию переработанную и выводить ее наружу. Вот тут она провисает немножко, толстый кишечник, вот так вот. Как бы буква П входит, провисает, поднимает сверх, тут, соответственно, восходящая, его часть тут нисходящая, но она практически вот там сзади находится. находится там, идет вот сюда, и вот на сброс пошли. Дефекация всяких подробностей. Ну, мочевой пузырь понятно, рисовать мы не будем, так чуть-чуть обозначил. И почки. Почки находятся примерно вот от линии оси. Человек под пять сантиметров, вот так отлывку отступаем. И вот, вот здесь вот такие вот почки примерно вот так вот. Ну, они больше расположены к сзади организма, то есть практически там со стороны спины больше. Так, ну, этого знать достаточно. Вот, теперь давайте приступим непосредственно к нашему массажу. Сейчас рисунок просто сотрется. Ну, вы все уже зафиксировали, запомнили, да? Начинаем массаж поверхностно с поглаживанием. Заходим под ребра, чуть уже глубже. Видите, мы уже подходим, чуть-чуть поджимая, как бы внутрь, органы вверх. Спускаемся по лимфоузлам, которые сильно не жмем, а так только аккуратненько. Проходим и выходим на мускулатуру нашего живота. В основном мышцы тут продольно идут и так вот. Ну, там есть косы и всякие мышцы. Вот, продольно мышц, соответственно, вдоль массируем, поджимаем их и вот-вот вверх. У нас одна рука, как бы, подает мышцу, да, друга захватывают и под нее продвигают. Снизу вверх, вот туда. Два-три прохода сделали таких и теперь поперек. Захватываем мышцу и вот таким вот валиком тянем ее вниз. Похоже, на самом деле, ну, вот можно валиком тянуть вот так вот, да? Он один собрался под руками и вот мы его тянем туда. И вниз, и вверх. А можно сделать как будто бы тесто, знаете, вот так вот разминаем. Вот мы подняли его и растянули туда. Подняли и растянули. Подняли и растянули. Вниз, в периферии и вверх, к центру, к центральной нашей оси организма. Далее, смотрите, вот вокруг клубка условно рисуем круг такой, как циферблат. И, ну, практически реально, как циферблат. Начиная вот от цифры 12, да? Проминаем мягко по сегментам. 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6 часов, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй круг чуть побольше. Вот такой вот. Раз, вспоминаем, два, 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 три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать. Клиентам я так и говорю, что сейчас мы вас в желудочно-кишечном тракте запустим как часы, чтобы он хорошо работал, чтобы вас не беспокоил. Кстати, действительно, проходят многие боли в желудке. Ну, сейчас покажу еще конкретные приемы. И запоры уходят, ну, перечисляют, нет смысла всех проблем. Ну, в общем, идет облегчение всей этой области, все мы сможем одновременно. Так, теперь смотрите, вот таким массажным движением, очень часто органы опущены бывают вниз, у кого-то почки, печень, матки. А, кстати, вот я промотку не нарисовал. Вот, например, вот такого размера здесь находится. И вот тут находятся яичники. Это где-то получается пять сантиметров от трубка. Вот так вот в сторону. Вот, чтобы их немножко приподнять, мы снизу только надавливаем и мягко, медленно ставим их на место. В этот момент можно услышать всякие там пузырики, похлюпывания. Это поражняется нашей кишки. Из одного сегмента в другой, из одного отдела пешка в другой переходит внутреннее содержимое. И вот таким движением, мягким, так надавили, вот так вот мягко снизу вверх. Когда человек привык к вашему движению, можно уже и глубже зайти. можно все глубже только не быстро да это медленно делается дальше будет дело в том что внутри органы они такие хитрые не чувствуют нажатия да и они уплывают там много жидкости дали как раз уплывают сторону бывает такой поэтому с ними как бы надо вот не отрывая руку так может договариваться почувствовали и продавили как раз я портит толстый по толстым кишечнику еда там если не прямая кишка и сигмовидная кишка но как будто бы вот все вместе это достаточно глубоко прохожу и выхожу вот на вот эту линию для сброса внутреннего содержимого наружу вот как раз здесь часто бывают такая колбаса это вот собираюсь ну такая плотность вы почувствуете и это калковые камни собираются там всякие слизи поэтому все трицу движениями очень полезными помогают человеку быстрее дойти до дефекации и вот смотрите чтобы ее больше растрясти да мы захватываем выпускной стороны помните я уже показывать опускается пешка захватили и второй рукой по пальцам через защиту на руководная защита другая ударный механизм ну можно вибрацию создать да в принципе да можно так вот заканчиваем пузыре можно отдельно продавить вот так бывает больно вот туда тут движение такое идет вдоль вот этой вот из гребень подошла кости до вдоль него и деду посередине на расстоянии между пупка и вниз лобком и пупком вот сюда вот это вот ушли в сторону за мышцу за мышцы да и под мышц это вот нажнуть растущать не больно вот если больно человека как правило проблемы с собственным кишечником да вот туда каловую камни там какие-то до запора могут быть туда вот нужно прокачать их побольше далее смотрите начнем работать сразу с всеми внутренними органами которым говорил справа налево для этого используется техника вибрации ставите руку под печень вот туда немножко поглубже любую руку да и вибрируем ну примерно полминутки может быть минутку активизируя этот орган потом ставим руку на желудок вот примерно здесь вибрируем внутрь все вибрации совершаются перпендикулярно телу человека к проекции органа да и соответственно в ту сторону где орган находится то есть печень же выше находится да поэтому туда довелут туда внутрь все остальные как бы внизу находится поэтому давным вниз пролюбировали печень разными вибрациями весь и по-разному ставится так-то так про вибрировали по желудочную железу таким постукиванием провибрировали селезенку вот туда внутрь а там внутри под подроблема находится теперь желательно опорожнить желудок для этого мы так мягко тоже входим и раздвигаем ткани с напором вот туда в сторону сторону правой части тела человека потому что желудок вот он такой другой такой идет он выходит вот сюда здесь соответственно желчный пузырь он такой небольшой да и вот уже только правильный роли переходим к почкам 5 сантиметров примерно от живота и вот туда поглубже вот везли и женя туда вот внутрь правую почку мягко левую почку видите я руки не отрываю чтобы не было дополнительного шока от неожиданности для внутренних органов потихонечку уже привыкают к моим рукам я как истинный хиллер из этих из таиланда там где они обитают вот виска влажа уже внутри человека так растираем над подвздошными костями ткани на пузырь его выставана только опять же пара тинка чтобы не было либо щекотно ли вот эти узлы не пережимали здесь находится здесь теперь у нас есть орган мочевой пузырь в него тоже вот продавнуем дошли до него и переживай можно чуть-чуть приближать некоторые пациенты даже говорят что ничего себе ты там аппарат на какой-то поставили похоже они же не видят чем я делаю вот смотрите чтобы непередавительных узлы да и на косточку не попасть я немножко ткань для этого подбирают живота вот немножко отсюда ты подобрал и потом только внутрь залезут и даже проигрывать также здесь вот немножко то сюда взял туда зашел вот уже запустили уже пошли бульки до так также если женщинам да можно найти вот тут находятся яичники продавить их мягко промассировать если мужчина ну яичников не то что у него есть представлена железа многие удерживаются как мы с этим железу то массировать но обычно врачи это делать через за ним проход через анус можно делать гораздо мягче и как бы культур не что ли получается вот надо залезть под лобковую кость вот туда продавить поглубже главное чтобы чего пузырь был пустой вот туда 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 и там ее даже можно нащупать она небольшого размера размером примерно с грецкий орех такой вот имеет две доли левую правую поэтому можно массировать между двумя долями как будут за туда а может целиком всю вы дошли сервис вы так не видеть наверно камеру вот одна рука вдоль другой ходит я просто не будешь вытащить вот вот таким массажем да вот так вот пальцами две доли разные или вот две доли находятся да вот между ними так вот пальцем проходить ходить обязательно до мягко чтобы организм не сопротивлялся вот попал здесь и при таком массаже человек даже может почувствовать как у него реакции идет в член но не эрекция возбуждение так током может чуть-чуть какие-то потоки там пошли вот и следующий прием он касается релизинга то что я вам рассказывал да соответственно находим болевые точки ну например вот с печенью работаем да спрашиваем больно нет нет да находим дальше мягенько тут не больно вот у нас значит ничего не болит все здорово здесь не больно чуть-чуть это я поджелучную жизнь сейчас больно дрожь есть уплотнение что дорожит не больно вот когда нашли мы такую точку то тогда вот мягко мне нажимаем но с усилием вот-вот задернулась его видишь а теперь ты дыши и просто расслабляюсь и дыши животом и животовым дышим и расслабляемся сейчас мы пойдет примерно этот орган расслабился и боль ушла боли уходит и массовое нажатие тоже ослабляем ослабляем тихонечку мягко весене трава пальцы ищем другую болевую часть например вот здесь у губка тут не больно возвращаемся к этому месту где мы нашли да помните в лизинге что я говорил это не только нажатие а еще вот такой немножко растяжение от этих вот мышц структур дело в том что там плоские мышцы находится вокруг практически каждого органа он весь оплетен на любой логу написал мышцами еще там есть мышцы брюшины фасции диафрагмы всяким там много чего есть вот на это все вот так уберем угадываю что где-то пусть чуть растягиваем и держим не больно придет вот оказываю целебное лекарское воздействие и вот про это узел опанси он говорил вот примерно три бра где-то тоже вот так вот по диагонали к кубку где-то вот шишечки находит выставка находится давай ему надо найти он глубже для переплетения желчных путей из из кишки 12 перс на кишка там начинается да и по желудочной железы там вот тут надо вот вот на эту точку нашли мы ее теперь мягко вот так и подавляем достаточно глубоко поглубже поглубже чтобы вам чувствовать вот этот вот этот комок там как бы кому-то находится но терпимо да все вот дышим держим может немножко опять же двум пальцами растянуть его покажи я расцениваю в разные стороны или чуть-чуть держим и отпускаем достаточно быстро в этом это можно даже почувствовать или он скажет потекло и босс желчи идет вот это просто легко и все здоровый человек попался не надо лишний же сбрасывать вот и завершаем процесс массажа тем что опять любили проходя по всей всему толстым кишечнику и по часовой стрелке можно двумя руками делать можно одной рукой двумя просто эргономически чтобы одновременно все запустить вот стерли все ткани пресс здесь вот все по часов стрелки дима и по часовой стрелке здесь мы по часовой стрелке рукой так и гонечко и гонечко держим а здесь вдоль вернее перпендикулярно оси человека мягко отходим не можем перейти в принципе другим уже сегментом организма либо другим техникам массажа например энергетически это можно сделать да просто хочу остановить еще на некоторых нюансов можно давить достаточно мягко кулачками например так вот ткани внутренне растягивая большой получается сегментом захотели да можно в принципе человеку сделать и достаточно мягкой локтем это сигналит на кишку и освобождал так и небольшой нюанс для тех кто кому приходят клиенты чтобы похудеть да для этого вам нужно будет работать с этими жирами это достаточно такая жесткая техника масло надо чтобы поменьше было чтобы отремя больше да и вы вот это лапа леопарда против большого пальца захватываете прорабатывать это достаточно жестко лично все быстро действовать лично прицел жиры в эту сторону в эту сторону шестеренки вот наши известные до используем друг против друга вот так вот кольцо заходит только прямо видите как тяжкими пальцами беру безжалостно живот краснеет трофика ткани увеличивается и если после такого массажа достаточно долго делается ну как минимум минут 15 вот одна вот эта техника на эту область ну естественно там с боков то есть чем больше заходит свежеров ткани водительством тем больше тем лучше и после такого массажа как знак качества того чтобы вы хорошо его проделали человека будет тут немножко пощипывать то есть и и чесаться когда чешется это значит идет внутренняя работа значит внутренняя клетки жировые выходят из жировых депо и куда-то по организм начинают рассасываться быстрее уходить через толстый кишечник все еще раз спокойнее человека ребра раздвигается в принципе та же процедура при подъеме до их органов то есть раз подняли вот опять то что-то будет пола кишечники и ребра или вот так вот все опять дать полежать на этом наш видеоролик видео урок закончен а вы смотрите и подписывайтесь на наш канал академии целесарентированных практик в ю тубе и во всех социальных сетях ставьте нам лайки а еще лучше присутствуете здесь и отрабатывайте все на живой натуре каждую практику каждый прием вам пойдет на пользу